Добрый день, дорогие друзья! На недавней встрече со студентами одного из университетов мне задали хороший вопрос. Как можно быть уверенным, что с уходом Путина поменяется власть? Ведь путинский режим – это не только Путин, это несколько сотен, может быть, даже тысяч бенефицаров этой коррупционной системы. И, мол, уйдет Путин, придет какой-нибудь Иванов, а все останется по-прежнему. Это важный вопрос. И задают его очень часто. А главное, от правильного ответа именно на этот вопрос зависит правильное понимание цели демократической оппозиции. Действительно, путинская власть – это не просто Путин, это не только Путин. Это также его друзья, его сослуживцы, его соседи, его прислуга, его охрана, а также их друзья, их сослуживцы, их соседи, их прислуга и охрана. Это все те, кто извлекают личную выгоду из несправедливого устройства общества. Из нарушения прав человека, конечно. Все те, кто, пользуясь близостью к президенту, тупо грабят бюджет. Те, кто на десятилетия закупорил социальные лифты. Те, кто за украденные бюджетные, а, к слову, не за свои личные деньги, в небогато живущей стране понастроил дворцов, понакупил яхты, самолетов. Те, кто ради личной власти и благополучия отбрасывают нашу страну на века назад. Путин построил свою управленческую систему по той модели, которая существовала в Питере в 90-е годы. И даже не просто в 90-е, а в начале 90-х. Это бандитская модель. И Путин в ней даже не начальник, а арбитр. Или, говоря языком этой среды, разводящий. Во главе страны Путин делает ровно то, что делал на посту замгубернатора Санкт-Петербурга. Он модерирует конфликты между коррумпированными чиновниками, силовиками, бандитами и сосущими бюджет друзьями. Разруливает конфликты, решает, кто и на какой кусок имеет право. Выйти за пределы этой модели он не очень может. Да, похоже и не хочет. Именно поэтому долгие годы никуда не деваются такие абсолютно непохожие люди, как Чубайс и Патрушев, Медведев и Сечин, Кадыров и Ротенберг. Так, естественно, что такой арбитр востребован только тогда, когда конфликты есть, но их нельзя разрешить по закону. Поэтому главная задача Путина, во-первых, поддерживать такие конфликты, а во-вторых, не допускать становления институтов тех самых, которые разрешают конфликты с помощью закона. Ну а иначе, как удержать власть, когда обществу ты уже давно надоел? Позиция неформального арбитра внутри окружения миллиардеров – это очень сложная управленческая задача. И Путин в целом с этой работой разводящим неплохо справляется. Неплохо, конечно, для себя и для его системы личной власти, и для ближнего круга, и для слуг и прислуги, и для всех этих распальцованных тузов и шестерок, и даже для их детей пока. Для страны как раз все очень плохо. Современная страна в 21 веке управляется бандитской шайкой и по бандитским рецептам, но это невозможно. Путинская главная управленческая задача – стать незаменимым для всего класса бенефициаров нынешнего режима. А как стать таким? Да просто надо построить всю систему на фундаменте личных связей и договоренностей. Построил. Но это имманентная беда таких систем. С уходом Путина система останется без фундамента. Ну, смотрите, с Аркадием Ротенбергом Путин в детстве занимался дзюдо у одного тренера, к слову, у которого на могиле эпитафия собственного сочинения «Я умер, но мафия бессмертна». И по удивительному совпадению бизнес-карьера Ротенберга резко пошла вверх после прихода Путина на пост президента в 2000 году. Для начала тому дали в управление Росспиртпром, а потом совсем поперло. На Ротенберга прямо посыпались госзаказы. Все трубопроводы «Газпрома», строительство Крымского моста. И вот он уже король госзаказов по версии «Форбс». Да и в самом «Форбс» не на последнем месте. В Ротенберге Аркадий вместе с братом Борисом благодаря Путину не только одна из богатейших семей страны. Это мощная лоббистская группировка. Это уже важный игрок во всей внутренней политике. Почему? Ну, вот поэтому. Основной руководитель простой русской фамилии Ротенберг позвонил ночью и говорил таким голосом, что я его спрашиваю, ты что выпил, что ли? А теперь давайте представим, вот уходит Путин. Какова вероятность того, что и со следующим президентом Ротенберг в детстве занимался дзюдо? Что и следующему президенту через два года он может просто позвонить ночью? Небольшая вероятность. Я бы даже сказал, исчезающе малая. Значит, уход Путина будет означать падение Ротенбергов со всеми их активами, госзаказами, зависимыми от них министрами и губернаторами. Ведь в окружении Путина есть те, кому Ротенберг не нравится. Или вот Сечин. В чем главная составляющая его успеха? Все просто. В питерские времена он был айютантом Путина. Ходил следом, носил сумки, носил чемоданы. И так пошел на повышение. Стал большим нефтяником. Получил Роснефть стоимостью 10-15 миллиардов долларов. Украл ЮКОС стоимостью 96 миллиардов по нынешним ценам, как мы знаем из решения ГАГского суда. За 55 миллиардов долларов присоединил ТНК БП. Украл Башнефца на 10 миллиардов, награбил лицензии, льгот, поставил под контроль пол ФСБ. И получил компанию, которую рынок оценивает в 65 миллиардов. Еще раз. Человек нахапал активов общей стоимостью на 170 миллиардов плюс. И при высокой цене на нефть умудрился так 10 лет поуправлять награбленным, что теперь Роснефть стоит почти втрое дешевле, чем части, из которых она состоит. Вот кому-нибудь другому, не Путину, будет нужен такой талантливый управленец? Ну, конечно, нет. Ведь никому больше Сечин чемоданы не таскал. А значит, при любом другом президенте Сечин теряет влияние и посты. Да надо же понимать, что Сечина ненавидят. Мало людей в окружении президента, которые не ненавидят Сечина. А ведь Сечин сегодня это не только контроль над крупнейшей сырьевой компанией и всей нефтянкой. Этот человек, как я уже говорил, от которого, например, зависит пол ФСБ. И как? И так можно рассказать про каждого из бенефициаров путинского режима, верхнего уровня. С этим служил в Дрездене, с этим парился в бане в Питере, с этим делал дачный кооператив, а этот работал его охранником. Все они крайне не бедные, за государственный счет, конечно. И влиятельные. Они и есть режим. И без Путина этот режим работать не сможет. Нет, нельзя передать другому человеку, даже преемнику, всю систему устных, неформальных, личных договоренностей. Не получится, а значит, путинский режим не переживет Путина. Надо ли нам просто по этому поводу порадоваться, а затем сесть и ждать ухода Путина? Нет. Путинская система, конечно, развалится. Но будут ли новые лучше? Будет ли лучше новая система, если не драться за ее радикальные изменения? Мой ответ – нет. Если вы не строите систему в своих интересах, ее строят другие в своих. И обижаться тогда можно только на себя. Конечно, как я уже сказал, путинская власть сменится. Уйдут его друзья, коллеги, охранники. Передерутся и уйдут. Может, даже не просто уйдут, а сядут и вернут награбленное. Но затем мы неизбежно получим нового единоличного правителя с абсолютными полномочиями и неограниченного никакими институтами. Если, конечно, мы не изменим систему. Может быть, это будет выдвиженец из нынешней власти. А может быть, очень хороший и в целом демократичный человек. Не важно. Важно то, что в этот момент у него, ну или у нее, будут все властные рычаги в стране. От назначения правительства, судей, губернаторов и до местного самоуправления. Вся власть, все денежные потоки, все правила игры – все у него в руках. И все это неминуемо вернет нас на авторитарный путь, хотел сказать, развития. Нет, не развития. На авторитарный путь правления. Развитие, к сожалению, плохо сочетается с абсолютной концентрацией властных полномочий. А демократия, соблюдение прав человека, ну это вообще тут лишнее. Отсюда проистекает наша, я имею в виду демократическая позиция, задача – работать над сменой системы. Системы единоличной власти, которая сделала путинский режим возможным. Системы, когда у земли русской есть другой хозяин или хозяева. Другой, чем, собственно, русский народ. Власть обязательно поменяется. Не в таком уж отдаленном будущем, хотя бы в силу, ну, естественных причин. Но ведь нам-то нужно, чтобы она поменялась в лучшую сторону. Всего вам доброго.